МРТ и КТ срочно. Томография на весенний 10 в Серпухове с 8.00 и до 19.00 ежедневно. Мы проводим все виды исследований для взрослых и детей с 8 лет. Современные аппараты позволяют дать заключение в самых сложных случаях без перепроверки в течение нескольких часов. Наша репутация бесспорна. Нас рекомендуют врачи. В клинике ежемесячно действуют новые скидки. Узнать о них можно в печатных изданиях «Московский комсомолец в Серпухове» и «Общественная газета Серпухов», а также по телефону 8 800 101 8031. Томография на весенний 10 – это только качественная диагностика. Здравствуйте! В эфире новости в студии Ирины Зайцевой. Сегодня главные темы выпуска. День местного самоуправления с цветами и благодарностями в администрации отметили лучших сотрудников. Субботник вне погодных условий. Генеральной уборки присоединились сотни жителей. День добрых дел провели масштабно. Все школы округа стали участниками региональной акции. Ежегодно в апреле в России отмечают День местного самоуправления. Праздник был утвержден указом президента в 2012 году с целью повышения роли и значения развития демократии гражданского общества, института местных органов власти. С профессиональным праздником поздравили сотрудников муниципалитета Серпухова, главная задача которых решать проблемы городского округа и работать на его развитие. Благоустройство, медицина, ЖКХ, образование, экономика, социальные коммуникации, десятки сфер жизнедеятельности и направлений, сотни сотрудников разных профессий, исполнительной и представительной власти, которых объединяет желание работать на развитие городского округа Серпухов. В их адрес сегодня звучат слова благодарности, признательности и пожелания. Непростая у нас с вами работа, но она очень нужна. Очень нужна всем людям, всем жителям нашего городского округа Серпуха. Поздравляю вас всех с праздником. Я всем говорю вам большое спасибо за вашу работу, за ваш труд. Я желаю вам всем, уважаемые коллеги, конечно же здоровья, семейного вам счастья и благополучия. О переменах в округе жители узнают благодаря ресурсам Серпуховского информационного агентства. Журналисты пресс-службы ОТВ Серпухов ежедневно освещают мероприятия с участием главы городского округа, деятельность администрации муниципалитета, совета депутатов, рассказывают о достижениях жителей. За плодотворный добросовестный труд и высокий профессионализм в работе в связи с празднованием Дня местного самоуправления сотрудникам учреждения вручили сразу четыре награды. Директору МАУ Серпуховского информационного агентства Марии Панкратевой и исполняющей обязанности руководителя пресс-службы Алене Андреевой и благодарности губернатора Московской области. Техническому директору учреждения Игорю Матыцыну почетную грамоту главы городского округа. Корреспонденту Ирине Ланских благодарственное письмо Совета депутатов. Главная задача Серпуховского информационного агентства – сообщать серпуховичам самые свежие новости о жизни округа и региона, рассказывать о достижениях спортсменов, ученых, представителей культуры, производства. Мы это делаем с помощью социальных сетей, сайтов, печатных изданий, конечно, телеканала ОТВ. У нас очень дружная, сплоченная команда профессионалов. И именно благодаря тем, кто сегодня работает в Серпуховском информационном агентстве, жители Серпухова всегда обладают самой точной, самой проверенной, самой достоверной информацией 24 часа в сутки. 24 часа в сутки держит руку на пульсе и представительная власть. Депутаты городского совета вместе, совместно с администрацией, решают проблемы муниципалитета и насущные вопросы своих избирателей. Их труд также отметили региональными наградами. Почетные грамоты Министерства территориальной политики Московской области вручили депутату, директору школы номер 18 Марии Арсеньевой и депутату Николаю Пушкину. Очень приятно получить такую высокую награду. И, конечно, мне как депутату городского округа Серпухов, как директору школы и как просто жителю городского округа Серпухов хотелось бы поблагодарить наших жителей за доверие, за помощь, за поддержку, за их обращение в совет депутатов, за решение наших насущных проблем, за то, что мы будем исполнять те наказы, которые нам дали новому составу Совета депутатов. Я уверена, что нашим большим сердцем все будет хорошо. Я думаю, очень важно поздравить людей и поощрить их, сказать им слова благодарности, потому что работа в самоуправлении очень часто бывает недооценена, хотя это самая основа нашего государства. Это те самые люди, которые работают на земле, работают с людьми, работают с жителями, взаимодействуют. Все хорошее и плохое достается всегда им, поэтому сегодня были благодарности для них. Администрация городского округа, депутаты, ветераны, руководители, сотрудники предприятий, организации, волонтеры, молодежь, жители. Сегодня никто не остается в стороне. Каждый старается помочь участникам СВО и их семьям. И эта помощь бесценна, так считает председатель комитета ветеранов Серпуховской общественной организации Владимир Курилов, который вручил общественные медали за активную гражданскую позицию и патриотизм. И сегодня, в этот праздничный день, мы отметили наградами, это общественная медаль за активную гражданскую позицию и патриотизм, ряд таких товарищей, которые прилагают максимально усилий к тому, чтобы помочь семьям погибших, семьям участников СВО и им детям. Гостей праздника также поздравила председатель Серпуховской территориальной организации и профсоюза работников государственных учреждений Галина Улитина, а вокальные и танцевальные коллектива подарили свои лучшие творческие номера. Дождь добрым делам не помеха. В Большом Серпухове сегодня провели субботник. Глава, депутаты городского совета, неравнодушные жители, активисты муниципалитета убирались в скверах, приводили в порядок памятники, сажали деревья в парках. Рано утром субботник провели в лесном массиве поселка Аболенск. Там, недалеко от СНТ ветеран, трудилась бригада в 100 человек. Представители управляющих компаний Серпухова, сотрудники Управления экологии и администрации муниципалитета и активисты убирали мусор, помогали лесничим убирать поваленные деревья. Идея очистки леса принадлежит русскому лесу, Министерству лесного хозяйства Московской области. Ну и в совокупности Министерство экологии тоже принимает в этом участие, так как чистота нашей территории, чистота прибрежных зон, чистота лесного фонда. В это время сотрудники Серпуховского филиала «Русский лес» делали опиловку деревьев. Часть работы они выполнили ранее, так как поваленных деревьев еще много, то и работа еще не заканчивается. Назначена здесь санитарная рубка. Сейчас валежник весь был попилен и подготовлен. И происходит уборка ликвидной деревьев, складываемый в гурты для дальнейшего. Если местные жители захотят, они могут его забрать для лишнего пользования. По сравнению с прошлыми годами, да, намного стало сейчас лучше. Много активных граждан, которые помогают, убирают, следят за собой, выносят мусор. Наводить чистоту в лесном массиве помогали и местные жители. Ну, мы стараемся не мусорить в лесу. Вот, мы-то в основном только грибники. Вот, мусор мы выбрасываем у себя в контейнер, стараемся поддерживать чистоту. Ну, бывает, что народ приходит, приезжает отдохнуть возле пруда. Генеральная уборка шла полным ходом и в городе. На площади Владимира Храброго работали сотрудники благоустройства. Помыли памятник, убрали от листвы и смета территорию возле него. Субботник привели и на Звездной площади. Руководитель Серпуховского отделения боевого братства, представители общественной палаты муниципалитета, сотрудники администрации привели в порядок аллею. Красить ограды деревьев помогали и участники СВО, которые сейчас находятся в отпуске. На площади 49-й армии убирались специалисты Центра по профориентации и трудоустройству молодежи, активисты сторонников Серпуховского местного отделения партии «Единая Россия», студенты Серпуховского колледжа, волонтеры. Много лет, с 2016 года мы проводим акции по уборке памятника на площади 49-й армии. Это историческое место, и сегодня с нами принимает активное участие молодежь. И перед тем, как сюда прийти, мы рассказали молодежи, что же это за памятник. Для взрослых и студентов эта акция стала уже традиционной. Очистили памятник и территорию вокруг него. Сотрудники Серпуховского информационного агентства тоже присоединились к акции. Журналисты наводили порядок у памятника, посвященному односельчанам Донковского поселения, погибшим в Великой Отечественной войне. Убрали территорию от листвы, мусора и смета также у Владычного женского монастыря. Вместе с коллегами мы продолжаем присоединяться к субботникам. Сегодня мы привели в порядок сквер около Владычного женского монастыря. Это место является точкой притяжения для сотен серпуховичей и гостей нашего округа. Поэтому это место должно быть чистым, комфортным и уютным. К субботнику присоединились и жители Наукоградов. В Пущино депутаты городского совета, активисты, сотрудники Центра культурного развития «Вертикаль» и общеобразовательных учреждений приводили в порядок общественную территорию таблетка. Активисты убирали смёд, поваленные ветки деревьев. Вместе с ними трудились сотрудники МБУ благоустройства. В этот день в Пущино запустили фонтан в тестовом режиме. Объект сезонный, пользуется большой популярностью у жителей и гостей города, так как он является самым большим в Подмосковье. Поэтому важно, чтобы в мае, когда фонтан запустят, всё работало без сбоев. Более миллиона школьников в Подмосковье сегодня приняли участие в акции «День добрых дел». Ребята наводили порядок возле школ, в парках, у мемориалов и воинских захоронений, сажали деревья, развешивали кормушки и скворечники, красили скамейки. Серпухов присоединился к региональной акции. Со всеми подробностями моя коллега. Основная идея акции – вовлечение школьников в полезные и добрые дела. Учащиеся 17-й средней вместе с главой Сергеем Никитенко сажали деревья на школьном дворе. Работали с настроением, ведь эти деревья здесь будут расти многие годы. Вы знаете, ребята, очень важно и интересно вам самим будет, когда вы вырастете, и спустя годы, проходя мимо или придя сюда в школу, посмотрите, это дерево даст Бог вырастет, под ним станет большим, и вы посмотрите и вспомните о сегодняшний день. В рамках «Дня добрых дел» более 200 саженцев были высажены в парках Серпухова, превращая не только школьные, но и городские парки в зелёные оазисы. В «Жемчужине» появились сегодня более 60 саженцев кленов и 4 молодых дуба. На акцию вышли сотрудники администрации, депутаты горсовета, члены местного отделения партии «Единая Россия» и неравнодушные жители городского округа. Всегда очень радостно весной, после зимы, вот так собираться всем миром и приводить наш город в порядок, сажать деревья. Сегодня замечательный день, день добрых дел. И все люди в городе, наши жители, начиная от мало до велико, участвуют в этих добрых делах. Полевая кухня как бонус после плодотворной работы – горячий чай и каша. Славе Акимову 8 лет. Сегодня он посадил своё первое дерево. Я сегодня посадил своё самое первое дерево – это красный клен. Деревья нужны, чтобы хорошо дышалось, чтобы нужно было погулять среди деревьев и чтобы было красиво. Я пришёл сюда с мамой и её коллегами на работе. Я тут посадила своё первое дерево – липо. Зачем нужно делать добрые дела? Я иногда слышу, что хорошие дела делаются просто так. Сегодня мы решили в качестве такого доброго дела и доброй традиции прийти в парк жемчужины и посадить очередную олень. Сегодня посадили и красные клены. Я думаю, когда это дерево распустится, наверное, только украсят своим внешним видом этот парк, парк жемчужину. Каждая школа подготовила свою программу «Дня добрых дел» по основным образовательным направлениям – физический труд, спорт, экскурсия, волонтёрство и благотворительность. 18-й средний начали со сбора макулатуры. Сегодня мы собрали макулатуру всей семьёй. Мы знаем, что все деньги пойдут на помощь участникам ИСВО. В школах были организованы мероприятия по оказанию помощи животным. Ребята собирали корм для приютов. Мне жалко бездомных животных, поэтому я хочу им помочь. Мы с одноклассниками собрали для бездомных животных корм. Я принёс батончики для кошек, корм для собак. Работа кипела и в самих школах. Дети убирали классы, отмывали стены и мебель. Ура! Учащихся младших классов во всех школах округа ждал полезный перекус. Хотелось бы сказать всем огромное спасибо за помощь, за такое активное участие. И хотелось бы всем пожелать в День добрых дел добра, отличного настроения и мирного неба над головой. В рамках Дня добрых дел школьники смогли побывать и на экскурсиях. Например, восьмиклассники школы номер 18 побывали в пожарной части номер 330. Сотрудники приветливо встретили ребят и рассказали о пожарной технике. И показали детям, как и чем оборудованы машины. А ты никто не боится? Прощай, земля! Добрый путь! Специально для юных гостей сотрудники учреждения разрешили ребятам подняться на стоящей пожарной лестнице. Круто! Да, класс! Я думаю, что пожарные – это очень отважные люди. И так как не каждый готов рисковать жизнью на благо других людей. Чем больше людей будут знать правила пожарной безопасности, работу пожарных, соответственно, будет безопаснее жить. Ну и опять же, престиж профессии, необходимо его поддерживать и поднимать. Учащиеся школы номер 9 собирали посылки для бойцов спецопераций. Вместе с предметами первой необходимости бойцам передавали письма с добрыми пожеланиями, но еще и корм для животных, находящихся в зоне спецоперации. Я хочу помочь бойцам, чтобы они победили. Наша школа не первый раз принимает участие, естественно, в сборе гуманитарной помощи. Ребята активно несут все, что может помочь нашим участникам СВО. В гимназии номер один плели маскировочные сети и провели фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Наследники Победы». В лицее Протвино день добрых дел начался с торжественной линейки, а затем школьники занимались благоустройством территории лицея. Итог – чистый ухоженный двор. Помогать нужно природе, людям, да и вообще делать добрые дела. Это для души очень хорошо, мне кажется. В гимназии Пущино для школьников подготовили большое количество активности. Тематические классные часы, экскурсии, спортивные состязания, экологические акции. Начинаем, все готовы отвечать! Все готовы! Начинаем, все здоровы! Я не слышу! Все готовы! Каждый класс занят, каждый класс участвует и в спортивных мероприятиях, и в профориентационных мероприятиях. Несколько классов сегодня ушли на предприятия, где работают их родители, знакомятся с профессиями. Ребята принимают участие в трудовой деятельности, приводят в порядок территорию школы, в классах убираются. В Дашковской школе провели акцию «Дерево добра». Высадили молоденькие туи у нового школьного здания. Новое здание, старое здание, для многих родное, теплое, прекрасное. Вот мы соединяем эти два здания, два времени, вот этой прекрасной туевой аллеи. Надеемся, что у нас они вырастут, не погибнут, мы будем за ними ухаживать. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил подмосковных школьников за участие в Дне добрых дел. Сегодня сплотились все – и жители, и сотрудники администрации, депутаты горсовета, а главное – подрастающие поколения. Пообщался с жителями, проверил содержание домов и придомовых территорий. Глава округа Сергей Никитенко посетил Липец в рамках рабочего объезда. Сначала встреча с жителями 25-го дома, в котором идет ремонт подъездов. Люди ранее жаловались на компанию, которая обслуживает их дом, поскольку возникли недопонимания по некоторым вопросам. Конечно, хотели бы, чтобы наше мнение спрашивали о цвете стен, о цвете плитусу. Но как-то мы выходим на работу, а уже все по факту. Уже все сделано. Нет, мы не имеем претензий к цвету стен. Они освежают. Сделали ремонт, стены свежие, освежили нам подъезд. Это замечательно. Цвет ступени жители просили поменять. Еще в подъезде заменят перила и напольную плитку. В середине мая в этом доме, так же, как и в 23-м, 26-м и в 27-м, начнется капитальный ремонт кровли. Ямы заделают во дворах домов по соседству. Сделано очень много. Все, что можно, в парке все поставили. За прошлым годом там делит репортные спортивные площадки. А, нам надо пруд чистить. Пруд планируется расчистить уже в этом году. После майских праздников его обследуют и составят смету объемов работ. Водный объект у жителей пользуется популярностью, особенно в летнее время. Затронули люди на встрече и еще одну проблему – состояние здания библиотеки. В день человек 15-20. Они в поспольной программе читают дети или просто то, что им нравится? Они и то, что им нравится. Именно они здесь находятся в библиотеке. Они здесь у нас находятся. Они у нас играют. Они у нас и читают. У нас со школы очень хорошо налажена связь. У нас классы приходят. Недавно здесь был ремонт входной группы, но зима проверила его качество и выявила недостатки. Это вот вылезло буквально вот сейчас. Сюда идите. Пишите поручение. Лебедеву и доложите. И вот это. В прошлом году. Отвалилось. Видите, все рассыпается. Глава Сергея Никитенко дал поручение починить, исправить и привести в порядок площадку перед входом в библиотеку, а также ступени, которые ведут в Липецкий дом культуры. Они любят российское кино. Около двух часов 10 команд молодых активистов профсоюзных организаций округа соревновались в знании отечественного кинематографа. В семи турах участники игры ответили на 70 вопросов, которые, по мнению организаторов интеллектуальной игры, касались предназначенных для семейного просмотра фильмов. Кто стал победителем, расскажет Маргарита Кирякович. Просто красивая администрация городского округа Серпухов. Там команда «Строй и бой» и этот центр содействия строительству. Республика Шкид. Проводить увлекательные квизы в стенах Дворца культуры исток уже стала традицией. В этом году участников больше, чем в прошлом. Появились новые команды у комбината благоустройства и Дворца спорта «Русский медведь». Теперь их по две. Тема сегодня необыкновенно добрая, приятная, добрым и вечным. Я думаю, что вы будете в восторге, потому что молодежный совет постарался, подготовил вам каверзные вопросы, я точно знаю. На многие из них вы не знаете ответа. Всем удачи! Старт игре дан, справедливое жюри на месте, команды представлены. Перед вами будет сейчас краткий пересказ любовной истории из фильмов. Угадайте, о каких фильмах идет речь. Вопросы действительно оказались непростыми. Вопросы в нее, потому что в детстве она была ужасным сорванцом, хотя ей казалось, что их сняла судьба. Профсоюзная лидера ошибалась, предполагая, что участники из-за своего возраста не знают самые известные и любимые фильмы их родителей. Молодые активисты профсоюзных организаций хорошо подготовились к визу, и это уже показали результаты первого тура. Команда бригады «Амазонок» комбинат благоустройства набрала аж 9 баллов, представляете, из 10. Следующими идут за ними Центры содействия строительства. Команда «Строй и бой» 7 баллов. А впереди еще предстояло 6 туров, каждый из которых был сложнее предыдущего. Героев надо было определить по прозвучавшим цитатам. Фильмы зашифровывались с помощью смайликов и музыки. Самым интересным оказался последний, седьмой тур. Он посвящался любимому мультфильму многих поколений «Ну погоди». «Ну, Зайц, погоди!» Правда, участники квиза должны были определить название шедевра кинематографии по 10 фактам. Оказывается, в 90-е «Ну погоди» был запрещен Финляндии из-за жестокости Зайца, а первоначально на озвучку «Волка» планировали Владимира Высоцкого. Так кто же стал победителем интеллектуальной игры, посвященной отечественному кинематографу? Третье место в напряженной борьбе завоевала бригада «Мазона» – команда комбината благоустройства, набрав 53 балла из 70. Как только мы узнали тему этого квиза, мы начали очень тщательно готовиться, разделили на года. Каждый изучал фильмы, слушали музыку. То есть в плутние дни после работы, в выходные дни. Потому что в прошлый раз было очень обидно, что мы заняли последнее место. 60 баллов у «Охотников за удачей» музейно-выставочного центра у них второе место. Самые большие любители отечественного кинематографа в центре содействия строительству. Победителем стала команда «Строй и пой». У них 65 баллов из возможных 70. Это фильмы еще из нашей молодости, из нашего детства. И мы их знаем, вы знаете, по нескольку раз смотрели. И мы очень счастливы, что российские фильмы имеют такую популярность. Там глубокие чувства, там нет злобы, там любовь. Смотрите наши русские фильмы. Проигравших не было всем участникам интеллектуальной игры дипломы. Победителям сертификаты на посещение выставки «Маковские» в историко-художественный музей, билеты в гортеатр и приглашение в пиццерию. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Вся актуальная свежая информация публикуется и в наших социальных сетях. Хороших выходных! И солнце вам! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!